путь киевлянина на запад начинается именно отсюда это так называемая житомирская трасса и если вы собрались автомобильным транспортом европу в польшу венгрию словакию или румынию то скорее всего вы не обойдете эту трассу киеве она заканчивается проспектом победы улицей названы честь победы советских войск во второй мировой войне советская техника именно этой дорогой возвращалась домой с победой тут установлен памятник танку освободителю т-34 который к слову принимал участие лишь в конце второй мировой это фокальная . встретимся возле танка отсюда отправляется в путешествие в эмиграцию все кто собирается ехать в европу они отправляются в поисках новой победы это либо рабочая сила либо капитала неизвестного происхождения для всех европа это новая победа ассимилироваться западной цивилизации является ли это победой действительно ли условия работы предпринимательства там на западе в европе лучше действительно ли это тот рай ради которого необходимо отправляться в свою новую победу приграничные города дают неплохую возможность познакомиться с мнением местных жителей относительно соседних стран мы двигаемся через черновцы до порубного пункта перехода с румынии черновца получим заряд позитива от матерного путешественника виктор як европа uktанского не было румыния румыния и румыния советский союз а болгария у меня какие-то ехали у меня это было стал серьезно у них еще были братишки нахал а сейчас у них взять конченники в европу поступили все уже да конченники достали я им сказал я говорю вы же заживно были братишки а сейчас они кажут что какие-то ебанута не тувал У них, понимаешь, до обеда стоит знак, після обеда сняли. Їдешь рано, знак стоит, знака нема, они після обеда поставили. А что греки? Бо в Рецю тоже поедем. В Рецю тоже поедем. В Рецю тоже поедем. В Рецю тоже поедем. Протектор здесь, сначала. В Рецю тоже поедем так, или что? Девушка еще не делал, да? Не делал. И нормально? Безус не треба. Баловы среднего нет бизнеса? У нас два пара остались, с утра давай кираю. У нас есть маленькие молодые, у нас только великие молодые стали, вредно. Короче, таки великий бизнес работает, а маленькие и средние выпускают барокси. Да, все. Они, это европейские, там яхо, и все, я здесь, она так, а я, бля. А, типа, а Болгари, что, тебе европейский зон лучше пішел на их так на курси, так что. Что, что, Болгария? Ну так, да, вот и вступил в европейский зон. Какие там были, а ты знаешь, что Болгария там все черное, как… Сырание. Болгария только выживают за все, потому что лопаются, машины, штрафуются. Да что? Спичка, да? Да, блядь, вылез, спичка, блядь. Очень мотивирующий взгляд водителя международника еще больше заинтересовал в путешествии. Что это вообще было? Что он хотел сказать, когда говорил, что там все черное? Ужасный след коллективистов прошлого, эмигранты или, быть может, рутинная действительность превратила радостных европейцев на грустных борцов за место под солнцем. Но уже на порудном наш знакомый из Румынии приоткрыл двери в тайный мир европейской цивилизации. Я готовлюсь к работе в Румынии, Болгарии и Греции. Не знаю, хотел бы изучить среду там. А, ты хочешь знать? Объясните некоторые правила работы в Румынии. Правила? Да. Ну конечно. Что я говорю, что мы несколько теряем Европу из-за большого налогообложения всех этих вопросов. Я хотел бы узнать, как в Румынии с этим? Как выжить в Румынии экономически, если ты малый или средний предприниматель? Не знаю. Несколько тяжеловато сейчас. Сначала тяжеловато. Ну, если у тебя есть деньги, без проблем. Если у тебя там замазал, там замазал. Большинство... Да-да-да-да, Кеш. Не переживайте, я даю предпочтение этой форме. Мы можем отправлять в Румынию, но я должен знать, что стоимость. Ну, я понимаю, что должен оплатить таможню, НДС. Но я должен знать, как это все правильно сделать. Большие дела делаются на маленьких бумагах. Если имеешь деньги, все можно замазать. Это понятно и так. Но как же он обрадовался, когда я спросил про наличку. Это кодовое слово. Пароль. Наличка. Значит свой. Значит можно договариваться. Тут все так делают. Это же граница. Но мы выезжаем из Украины посмотреть одним глазом на настоящую экономическую цивилизацию. Где все или почти все работает как часы. Интересно, там об этом знают? Нет. Да. Интересная система. Вот так. Здесь будет seguir. Ну и на следующий раз.